Когда на улице дубарь? А это верно ведь, январь. Ты лучше дома посиди, чайок попей, смотри в окошко, Голодных птичек покорми и обылом чуть погрусти. А там весна, и все растает, и лето жаркое придет, Свои проблемы принесет. Уж коли январь такой случился, в июле сморит всех жара. Купаться будем до утра и тело покрывать загаром. Потом дожди, ты их немножко подожди, и снова холода полюбишь. В оконце на мороз глядя, чайок душистый разливая, О жизни бренной рассуждая, что хорошо и в жар, и в холод Здоровье крепко иметь, а остальное просто медь. Ее не стоит и иметь, свое здоровье тратя даром. Так будем жить и процветать, и строки о любви писать, И посылать их прямо в сердце, готовое сие принять и от восторга засиять. 29 января, день Петра, назван через поклонение честным веригам Святого апостола Петра, которые стали целебными. По приказанию царя Ирода, Петл был ввергнут в темницу Искован двумя железными цепями. Ночью ангел Господень разбудил его, толкнув в бок и вывел из темницы. Железные вериги упали с рук апостола. Весть о чудесном избавлении Петра от оков и темницы Разошлась по всему Иерусалиму. Верующие тайно взяли их и хранили у себя, как величайшую реликвию. Сегодня в народе почитали святого Петра, покровителя домашней скотины. Также говорили, что наступил Петр-полукорм. Крестьяне делили зиму на две части и считалось, что первая половина зимы осталась позади. Обычно к этому дню съедали половину запасов. Отсюда и название дня. Петр-полукорм. Вообще сегодня день отличался сильными морозами. Известна поговорка. В этот день мороз и железо рвет, и птиц на лету бьет. Приметы. Если на дворе сегодня метет метель, лето будет дождливым, а рыбалка плохой. Северный ветер на день Петра к похолоданию. Если сегодня морозный день, лето будет знойным. Если на Петра идет снег, к хорошему сенокосу. Также можно ожидать удачную рыбалку летом. Если сегодня на закате солнце окрашено в красный цвет, следующий день будет морозным и солнечным. Если сегодня вечером виден яркий месяц с крутыми рогами, будет приятный морозный день. Я бы еще заметил, что к этим бутербродам способствует чему. То есть человек пытается прочувствовать вкус. В процессе употребления жуешь медленно. То есть 42 те законные движения жевательные человек делает. И соответственно, есть возможность прочувствовать вкус, как он есть, без всяких приукрас. И зарядка для мышц. То есть зубы работают, челюсти работают. Что немаловажно. Потому что рафинированной пищи сейчас очень полно, к сожалению. Так и как вкус теперь оценить? А то я много рассказываю и хвалю сам себя. Хороший вкус, который насыщает. И действительно, хлебушек надо брать такой, знаете, ну там или второго сорта, или зерновой, чтобы с отрублями, чтобы все это у нас было. Такой особенно будет как раз для этого, для куркумы такой вот подходить. Очень хороший бутербродик получился. Будет упитывать. И кстати, еще знаете, что делает куркума? Самое удивительное. Она же воздействует не только на физическое тело, не только на эмоции, но она еще воздействует на энергетику. И кстати, считается по восточной философии, что куркума очищает энергетические каналы, помогает работать чакрам. За счет этого человек становится более чувствительным к окружающему пространству. У него пробуждается экстрасенсорная еще способность. Вот. Что она делает? Кстати, очень хорошо людям, которые занимаются умственным трудом, а также, ну, чья жизнь в основном связана с искусством, ее кушать. Это будут навевать какие-то у них такие мысли творческие на то, чтобы все это там у них, ну, создавались какие-то там картины, шедевры и прочее, прочее. Это тоже немаловажно, потому что некоторые люди не понимают, откуда взять вдохновение. А оказывается, откуда мы их можем брать? Да, можем брать из тех же специй. Кстати, спицы вообще, вот это удивительная вещь, которая, ну, как бы сказать, изобретена природой и насыщена огромным количеством различных энергий, которые, кстати, возбуждают еще творческие энергии. То есть творческий потенциал напрямую связан с употреблением пищи. То есть человек ест то, что он ест. Правильно. И, кстати, астрологи считают, что куркума дает процветание. Почему? Потому что в ней сосредотачивается энергия, энергия матери из земли. То есть первозданная энергия, как говорили индусы, кундалини. Энергия кундалини. Эта энергия строила наш организм, потом его поддерживает. И отличный запах. Кстати, вот этот запах прекрасно уже за счет самого запаха очищает пространство от разного рода микробов. Вспомните свой первый опыт куркумы. И скажите мне, зачем отличается сыр с куркумой без куркумы? Вот эти два момента и еще пять минут. Хорошо. У него? Его первый опыт такой. Ага. Ена, расскажи о своем первом опыте использования куркумы. Вот ты ее до этого не ел, а потом поел, и что с тобой произошло? Что ты почувствовал? Какие перемены в сознании, в организме? Почему ты ее стал еще применять? Куркума, безусловно, что-то привнесла в сознание новое. Я пытался понять, что это такое. Читал литературу и узнал больше о куркуме. То есть мы уже проговорили, насколько это действительно целебный, полезный продукт, как специя. Да. Вот, и я ее стал использовать уже в каше. Если я раньше варил кашу, к примеру, на завтрак овсяную с изюмом, без куркумы, да, даже иногда сахар клау, да. Вот, то есть потом я стал использовать без сахара, но с куркумой. Цвет способствует пищеварению, да. Вкус, аромат, то есть запах, все есть в продукте. Вот, потом я стал эксперименты дальше продолжать, как напиток его использовать, вот. Как чай. Как чай, конечно же, безусловно. Вот, и в холодную, сырую погоду, такой ненасти, что-то немножко, вот, наверное, каждого такой подламывает, вот эта сырость, да. То есть выпьешь стакан чая из куркумы и чувствуешь, что значительно... Субтитры сделал DimaTorzok